Открытие фото-выставки и помощь в продвижении студенческих отрядов – главные вопросы, которые обсудила спикер ЗАГСобрания Ольга Хохлова с местными жителями в штабе общественной поддержки. Что касается проведения социальной выставки, то фотографии уже созданы. Осталось лишь правильно организовать выставочный процесс. По поводу выставки, очень интересной выставки «Дети и отцы особенные». Да, это особенные дети. И именно показать эмоции родителей и детей, которые воспитывают таких детишек, которые очень трогательно и заботливо относятся к ним. Вы знаете, действительно очень важное вот это направление. Мы, конечно же, откроем выставку и у нас в администрации Владимирской области. К слову, уже появились предложения, где еще можно провести эту выставку в городе. По мнению Ольги Хохловой, очень важно, чтобы как можно больше людей увидели эти фотографии и не забывали про своих родных, особенно в год семьи. Поэтому я считаю, что вот эта выставка только в администрации, это будет начало. А дальше у нас есть предложение продолжать в течение этого года, года семьи, вот такие подобные выставки организовывать. Второй вопрос касался продвижения студотрядов. В нашем регионе есть отделение движения российских студенческих отрядов, которое за последний месяц набрало около 500 учащихся вузов и колледжей по всей области. Мы в свое время приняли закон региональный, такой рамочный о создании студенческих отрядов. И они предлагают наполнить этот закон действительно конкретными направлениями, конкретной поддержкой ребят, которые будут трудиться в студенческих отрядах. Спикер ЗС также подчеркнула, что этот вопрос еще предстоит обсудить с молодежью, работодателями, депутатами, а также с исполнительной властью. Есть вероятность, что на осенней сессии депутаты примут первые дополнения к этому закону, рассказывает Ольга Хохлова. Что касается молодежи, то представитель движения студотрядов Илья Серегин уверяет, что каждый студент сможет найти в отрядах свое направление. У нас, в принципе, большой спектр, так сказать, направлений. Это и педагогическая деятельность, то есть ребята отправляются в лагеря. Это и производственная деятельность, это и строительные отряды, которые я как раз таки и курирую. И ребята в этом году отправятся на самую престижную стройку Росатома в Подмосковье, в город Троицк. Что, безусловно, повысит престиж как российских студенческих отрядов Владимирской области, так и всего региона. Также на приеме граждан обсудили вопрос обеспечения льготными лекарствами ребенка с тяжелым заболеванием. Ольга Хохлова обещала помочь семье с получением препаратов. Дарья Полищук, Надежда Архипова, 6 канал.